Ребята, всем привет, вы на канале Семья на чемоданах. Меня зовут Славян, вот мой инстаграм, подписывайся, если ты еще этого не делал. Сегодня я вас приглашаю в интереснейший выпуск. Вы даже не представляете, где мы сейчас находимся. На дворе ночь, я записываю начало выпуска, мои все уже спят, очень сильно устали и у меня очень сильно болят глаза. Да, выпуск огненный. Досматривайте до конца и поймете, где мы, ну и почему мы тут. Вообще, если вкратце, мы уехали из Сочи, сказали ему до свидания и отправились в новое путешествие и в новый сезон. И это первый выпуск с нового сезона. Погнали вместе с нами. Ну что, как говорится, впереди нас ждут новые приключения. Собрали, еще продолжается сбор. Верлили в магазины коробки. Осталось вот это запаковать. Одна коробка у нас получается пустая. Это то, что нам нужно будет всегда в дороге. Я хочу с вами, конечно, санкетару, пищевую технику, обвинители. Тёмка мне в помощь. Помогает, да? Да. Фу, вот это все прохло. Сейчас повезем в транспортную компанию. Итак, ребята, я хочу с вами поделиться. Возможно, кто-то из вас воспользуется такой же темой, как лайфхак от нас, что если вы откуда-то так переезжаете, можно просто отправить свои вещи в какой-нибудь транспортной компании. На терминале посылка может храниться 7-10 дней. То есть, все это время вы пока можете путешествовать, пока там это все лежит и в пути. Перед путешествием я вчера заехал на мойку, выдравил всю машину, а еще забрал домой кресла пацанов, их тоже выдравил. Причем кресла Родиона я даже разобрал, потому что там было внутри столько песка, наверное, еще даже с Крыма. Вот. Постирали, помыли, тачка вообще вылизанная. Единственный вопрос, как у нас все поместится. Потому что Volvo, она была такая большая, с большим багажником, то сейчас будете вместе со мной наблюдать, как буду утрамбовывать все самые первые необходимые вещи в путешествии. Еще, ребята, в автопутешествиях есть очень важная штука. Называется она преобразователь на 220. Заряжаться, чтобы можно было просто от розетки телефоны гораздо быстрее, компьютеры и все, что еще можно сюда подключить. Подключить можно. Включили, поставили, все. Нам вообще это очень важная вещь. Я его здесь ставлю вот так вперед, подключаю и все. И он всегда находится под рукой. Поэтому это моя рекомендация. Если вы отправляетесь в путешествие, то обязательно покупайте преобразователь. Нам осталось совсем немножко. Настенька вообще такая молодец. Она выдравила всю квартиру, даже почистила диван, перестирала все белье. Вот еще немножко продолжает все шкафы, всю пыль. Вон, полы даже сейчас еще помоют. И все, мы будем двигаться в путь. Но Настеньке прям респект за то, что она проявила такую заботу, что просто людям даже и клиник особо не надо будет заказывать, потому что Настя тут все так много вообще. Короче, такие дела. Сейчас обедаем. Затаскиваем в тачку последние вещички и все, и все. Опять будем жевать. Когда пакуете машину, собираете этот Тетрис, очень важная деталь есть. Это нужно снять колесики. Вот прям обязательно. Потому что это вам сэкономит достаточное количество места. Ну вот считайте сколько, сантиметров пять вы точно выиграете. И когда чемодан повернется вот так, то он полностью, видите, как заходит. А пока Настенька доделывает все дела, я сел, прорисую карту маршрутов, прорисую все места, которые нам хочется посетить вдоль берега по пути в сторону Краснодара. И именно на эти места мы будем заезжать, поэтому подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Ребята, это что-то невероятное. Все, мы собрались. Вот так вот забита тачка. Просто это что-то нереальное. Посмотрите, даже в салоне еще стоит сумка одна, гитара. Не пинай, пожалуйста, Родион. Родион уже молодец, сел, пристегнулся. Просто какой-то капец. Все, вы готовы ехать в путь? Да, все, мы готовы. Мы устали, как не знаю кто. И сегодня как самое интересное, что мы до сих пор не знаем, где мы будем ночевать. Это есть приключение, поэтому давайте вместе с нами найдем нам. Жилье, ночлег, погнали. Ребята, еще я хотел сказать следующее. То, что там, где мы жили, хозяева классные, честные. Потому что нам даже вернули залог. Ну, не весь, половину. Так как вычли с нас за разбитую посуду, там вообще копейки. И взяли за два месяца, как они, коммунальные платежи. Потому что он не брал за апрель, не брал за май. Взяли. Вот, поэтому вообще прям от души. Вообще не рассчитывали, что нам вернут залог. Но вернули. Это очень круто. Классно. Все, погнали, ребята, погнали, погнали. Буду показывать дорогу. И что-нибудь еще. Парни ВК готовы? Да! Точно? Путешествие в палатке! Наконец-то! Да, наконец-то! Все, Настенка, ты как себя чувствуешь? А то будут мне писать, что Настеньку не бережет. Настенка, хорошо себя чувствую. Наконец-то, да, я убрала квартиру, я рада. Самое прикольное, когда заезжаю, я все разбираю, все вымываю под себя заново. Даже если чисто, никогда уезжаешь, все побываешь, собираешься. Ну, потому что важно было все-таки сдать жилье в хорошем состоянии, чтобы и всем было, как говорится, приятно. Ладно, погнали. Все, пока урожайный комплекс. Вот так он выглядит, ребятки, возле ЖК Фрукты, близко до моря. Мамочка, привет! Так что, если вы хотите, я сделаю выпуск и расскажу плюсы-минусы этого комплекса. Может быть, кого-то интересует здесь жилье летом. Кого-то, может быть, интересует здесь покупка недвижимости. Поэтому пишите в комментариях, если такой выпуск нужен. Да, не было печали. Залетаем мы в пробки. Жесть, это мы даже не доехали до съезда на Красную Поляну, и все. И тут пробка. Сейчас главное заценить, докуда она, потому что и так мы сильно задержались. Еще и... Давайте вместе с вами, в общем, посмотрим, сколько нам ехать. Мы хотим зайти в Дагомыс, потому что хочу сделать выпуск про Дагомыс. Может быть, там перекусить. Вот, и потом поедем дальше, искать ночлег. Дагомыс. Сейчас поищем. Сейчас поищем. Ну вот, поехали. Так, ну что, ехать нам 41 километр, час 15. И вот пробки у нас, значит, здесь. Ну, понятно, короче, как всегда. Вот так вот Ладлер стоит. И дальше уже будем толкаться. Вау, вот на этом уже перевале до самого Дагомыса. Да, печальная тема, конечно. Здесь будем толкаться мы долго. Ну, в любом случае у нас нет выбора. В Дагомыс одна дорога, и выбирать не приходится. Самое классное место, когда стоишь в пробке. Посмотрите, как низко он летит. Не-не-не, открывать нельзя. Вот стоим, стоим, потому что вот так вот. А, Владислав. Да, да, да. Как так вообще? Будьте аккуратны за рулем, не отвлекайтесь. Вот так вот еще пропускаем полицейских, и да, мы снова в пробке. И уже прям в самом непосредственном ад передалкаемся. Мы-то выезжаем из Сочи. Кто-то многие приедут сюда. Я хочу вам показать, как здесь стоит Адлер. Видите? Здесь стоит вообще постоянно, ребятки. Причем все, что показывают, мол, типа, из-за наплыва туристов. Да не, ни хрена. Вот эта сторона здесь стоит постоянно. Поверьте, мы здесь зимовали. И начиная от самой хвосты, постоянная пробка, и до самого центра Адлера мы как раз вот сейчас к хосте подъезжаем. А для тех, кто отправится в Сочи, ребята, мы написали свой авторский гайд. Путешествие по большому Сочи. Цена всего лишь 490 рублей. Кто заинтересован, пишите либо мне, либо Настеньке в директ в Инстаграм. И приобретайте. И путешествуйте по Сочи налегке и с удовольствием. А мы продолжаем ехать непонятно куда. Немного покажу вам туннели. Вообще из Адлера куда-нибудь, там вот в Дагомыс, например, можно попасть двумя путями и ехать либо по курортному проспекту, либо вот так вот в объезд. Так получается по километражу чуть больше. Но зато без пробок. Хотя уже здесь тоже мы натыкались на пробки. О, обгоняет. Здесь, кстати, можно ехать 90, ну типа 70 по знаку, плюс 20-ка 90. Ну, я еду 70. Такие машина полная, не пора. Настенька полная. Вот. Едем потихонечку. Вот сейчас будет выезд. Пересекаем с вами реку Мацесту. Вот видите как? А это в другую сторону виадук идет. Сочинский виадук, по-моему, называется. Сделали, получается, мы такой отворот от Сочи. Вглубь пошли. Это вам не центр Сочи. Морпорт. Все дела. Это вот Сочи возле виадука. Так сказать, настоящий Сочи. Серпантины. Где есть сочинские фавелы и так далее и тому подобное. Вот он. Море-молл в Сочи. Здесь же парковка. Штрафстоянка даже правильно и так будет сказать, куда привозят вас. Все машины неправильно припаркованные. Я, кстати, снимал выпуск на эту тему. Посмотрите. Он максимально полезный. В общем, ребята, мы подъезжаем, так сказать, к Дагомысу. И вот, видали? Какая история здесь. Самая жесткая пробка. Ехать нам 35 минут. Но я думаю, что можно смело накинуть еще где-то минут 10-15. Потому что в самом Дагомысе пробка бордовая. Вот так вот. Сейчас попробую приблизить и покажу. Вот, видите? Здесь уже начинается прям такая бордовая история. Если вы думаете, что что-то изменилось, нет. Мы уже 25 минут стоим в пробке. До сих пор не доехали до Дагомыса. Вот так вот. Все мертвое, все бордовое. Когда это закончится, я не знаю. Мы уже даже сделали одну остановку по техническим причинам меня и Артемки. Артем не поспал. Родион спит. Настенька, штурман. Инстаграм. В общем, мы пока добрались до Дагомыса, все проголодались. Мы зашли в кафе «Ласточку». Вот теперь, когда почти все принесли, точнее, принесли-то все, но мы уже половину съели. Очень нормально похоже. Все ваше здоровье. Нам приятного аппетита. Ну что, мы поели. В общем, следующую остановку мы планируем сделать в Лоу. До Лоу нам ехать 11 километров. И это просто вот такие вот, ребята, пробки. Ну, посмотрим. Нам ночевать нужно где-то. Поспать. Поспать, да, устали. И в палатке сейчас очень не вариант, потому что вечера еще, ну, прохладные. Может быть, здесь так. Я думаю, погнали. Прикиньте, полчаса без изменений. Вот такая вот штуковина у нас. Вообще, просто стоим мертвы. Я не знаю, что там они делают. Может быть, как-то пускают там сначала одного, потом второго. Но вот смысл в том, что реально полчаса вот так вот. Дети уже устали, да, пацаны? Устали? Жалуюсь. Ну все, немножко потерпите, мы почти доехали. Еще самое, что интересно, что оплатился через букинг жилье на одну ночь. Оплата прошла, бронирование подтвердилось. Сейчас вроде с отелем связался, сейчас, короче, жду от него звонка, он сейчас скажет, подтвердилось, нет. Короче, интересный вечер. Не, Радюша, в палаточке не будем, мы спать. А зачем нам палатка? Потом будем спать в палатке. А зачем палатка? В следующий раз в палатке будем спать, ладно? Ну зачем нам палатка? Чтобы спать там. Я хочу вам. Ну зачем? Мы поехали, надеюсь, смотрите, прям такой поворот на 180 градусов, видите, шикс, спускается машина. Начали движение, наконец-то, ремонт дороги, видимо, и пропускают по светофору. Походу так. Вот, ребята, собственно, из-за чего здесь пробки, ремонтируют дороги, вот, и получается по одному пропускают, то одна полоса закрыта, видите, то во второй что-то делают, и ремонтов здесь на серпантине предостаточно, то есть мы еще, грубо говоря, ну где мы, до Лаво даже не доехали, а это который уже по счету. Ремонт, и вот стоят ребята, ожидают нас. Ну что, спустя хрен знает сколько времени мы наконец-то заезжаем в Лаво, и теперь наша задача, самое главное, идти нам в ночлег, где жить. С букингом ничего не порешали, там в отеле сказали, что нас заселить туда не смогут. Короче, жесть какая-то, не знаю, ладно, это буду уже, наверное, решать завтра утром. Родион, поспал? А Темка днем не спал, в итоге вот прям в машинке вырубился, мы сейчас его, я его сейчас возьму на руки, буду перетаскивать в номер. Все, мы добрались, заселились, за горе пополам. В общем, ребята, на днях будет выпуск, я сделаю рум-тур, покажу здесь окрестность, дети уже несколько раз вырубились в машине, в итоге все равно поднялись. В общем, я с вами прощаюсь, увидимся с вами завтра в новом видеоролике, пока.